Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня на своем канале я прочитаю статью из газеты «Совершенно секретно за май 2014 года» Алексея Богомолова, которая посвящена дочери генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. И так называется «Галя, дочь генсека». 18 апреля 1929 года в семье заместителя председателя Бисердского райисполкома Уральской области родилась дочь Галина. В свидетельстве о рождении в качестве места появления на свет обозначен не Свердловск, как утверждают в энциклопедии, а рабочий посолок Бисердки. Это событие так бы и осталось рядовым в истории нашей страны, если бы 22-летний тогда отец девочки через 37 лет не стал первым секретарем ЦК КПСС и главой государства на последующие 18 лет. Галина Леонидовна Брежнева, которая могла бы исполниться этой весной 85 лет, была одной из самых известных женщин СССР. Известность эта иногда носила скандальный характер. О ее жизни ходило множество слухов, некоторые из них имели какую-то основу, а за полтора десятилетия после смерти она умерла в 1998 году. О Галине было написано множество статей, сняты документальные и художественные фильмы. Но чем больше ее жизнь удаляется от нас, тем более смазанными оказываются детали, из которых она состояла. Сегодня осталось очень немного людей, которые близко общались с ней. И находясь в здравом уме и твердой памяти, могут достаточно компетентно рассказать о том, какой на самом деле была дочка инсека. Поэтому я решил поговорить о Галине с Владимиром Моссоэльяном, личным фотографом Брежнева, работавшим с ним почти полтора десятилетия, и Олегом Старановым, офицером 9-го управления КГБ СССР, многолетним комендантом различных объектов. Это и дачи, и квартиры, где жил Реон Галич и постоянно бывали все члены его семьи. Конечно же, воспоминания личного фотографа и коменданта априори носят несколько односторонний характер, но они все же дают представление и о Галине, и ее родителях, и о том, как жило семейство Брежнева в 70-80-е годы прошлого лета. В 1993 году я познакомился и потом много лет общался с Юрием Чурбановым, последним мужем дочери генерального секретаря. Его рассказы о той жизни также стали частью этой статьи. Отдельная благодарность Владимиру Гургеновичу Масаильянову за прекрасные фотографии брежневского семейства. Некоторые из них публикуются впервые. В 50-е годы развлечений у советской молодежи было немного. Вечера танцев, концерты самодеятельности, иногда спорт, театр, ну и, конечно же, кино и цирк. Цирк всегда стоял как бы особняком. Ему были свойственны загадочность и определенная элитарность. Имена популярных цирковых артистов знали все, хотя телевидение в то время находилось еще в зачаточном состоянии. В цирке тогда выступали не только клоуны, гимнасты, артисты оригинального жанра, но и профессиональные спортсмены, борцы, боксеры. Цирковых зданий в стране было немного, поэтому основными аренами были шатры Шапито, которые раскидывались на площадях больших и не очень больших городов нашей страны. И по две-три недели цирковые трупы знакомили жителей со своими гастрольными программами. Народ цирк любил, и заработки у ведущих артистов были немаленькими. Одним из таких народных любимцев был Евгений Милаев, которому в марте 1951 года исполнен исполнился 41 год. Он был, что называется, специалистом широкого профиля. Поработал и гимнастом, и клоуном. Но венцом его профессиональной карьеры были силовые аттракционы. Фантастические природные данные и прекрасная спортивная подготовка позволяли ему работать нижним в пирамиде из 10 человек. Такие артисты были наперечет и считались цирковые лиги. Кроме того, Милаев был очень хорош собой. Несмотря на наличие двух детей, они после смерти его жены от заражения крови природок воспитывались в доме малютки в Ростове, привлекал внимание как многочисленных поклонниц, так и молоденьких артистов цирка. Цирковые уважительно звали его Барина. Леонид Ильич Брежнев, который был всего на 4 года старше Милаева, к тому времени был уже достаточно известным партийным наводником. Первым секретарем ЦК КПБ Молдавии. У него была дочь, о которой мы уже начали было рассказывать. 22-летняя Галя. Девушка, несомненно, красивая, немного похожая на Бивьен Ли. Она тоже метила в артистке, но родители, особенно отец, были против. И пришлось юной особе изучать филологию в Кишиневском государственном университете. К вопросу о ее высшем образовании мы еще вернемся. На цирковом представлении в Кишиневе папа с дочкой сидели, понятное дело, на престижных местах в первом ряду. Евгений Милаев был в ударе. Как вспоминали цирковые старожилы, в тот вечер у него было два выхода. В качестве клоуна и силача. Легенда гласит, что он сам положил глаз на красивую студентку и в качестве знака внимания взорвал над ней хлопушку. Ну а потом, когда настал черед главного номера шоу, он продемонстрировал всю свою мощь, решительность и мужскую силу, сорвав бурные овации. Впрочем, они сопутствовали его выходам всегда. Галина была очарована красавцем-силачом и решила, что знакомство нужно продолжить. Проблем с организацией этого не было никаким. Просьбу дочери первого секретаря выполнил бы и директор цирка, и за подделом культуры. В общем, Галю и Евгения познакомили и начался, как говорят, стремительный и бурный роман. Не остановило молодую особу не то, что ее исправник был почти вдвое старше, ни наличия в нем двое детей. Есть версия, что Галина будто бы убежала с цирка, в котором работал Миларев, не уведомляя ни о чем родителей, и вернулась только через год с дочкой на руках. На самом деле, такого просто быть не могло. В сталинские времена подобного морального разложения в семействе члена ЦК и первого секретаря республиканской компартии никто бы не простил и не пугал. Да и Милая самоубийца не была. Все прошло более просто и обыденно. Галина поговорила с Викторией Петровной. Та подготовила мужа, и через некоторое время жених был представлен Брежневым. Леонид Ильичу, серьезный мужчина Милая, понравился не сразу. И возраст несколько смущал, и дети. Но, во-первых, Барин сумел внушить первому секретарю республиканской компартии, что он искренне любит Галину. А, во-вторых, показался будущим главе государства человеком, который сможет удержать юную, но уже достаточно своевольную даму от неосмотрительных поступков. Свадебное торжество было довольно скромным и приходило, как говорят, в полузакрытом режиме. Поскольку невеста была уже в положении, от свадебного путешествия пришлось воздержаться. Зато после появления в 1952 году дочери Виктория назвали ее, понятно, в честь бабушки будущей первой леди СССР Виктории Петровны Брежневой. Молодые стали ездить по гастролям вместе. Оставив Витючу, так ее называли в семье, и двух дочерей Милаева, на попечении родителей. Возможности у них были. Галина устроилась на работу в цирк, в костюмерши. Самое интересное, что она действительно работала. И не только содержала в порядке костюмы, но и готовила иногда на всю труппу. Артисты цирка, которым приходилось гастролировать вместе с ней, с упоением вспоминали большие котлеты в исполнении молоденькой супруги Милаева. Ей же казалась такая жесть и вполне устраивала. У Леонида Ильича в то время наметился серьезный карьерный рост. Он возглавил Компартию Казахстана, одну из крупнейших в стране, а потом стал секретарем ЦК КПСС. И в 1957 году вошел в президиум ЦК. В столице семья окончательно осела к концу 50-х. А в 1960 году Брежнев стал председателем президиума Мерховного Совета СССР. 50-летний Евгений Милаев был еще мужчиной хоть куда, находился в прекрасной спортивной форме. Регулярно выезжал за границу, в том числе и в капиталистические страны. И как и прежде, пользовался успехом у молоденьких цирковых артисток. Самое любопытное, его жена и дочь, формально второго человека в СССР, все так же путешествовала вместе с ним. И ни одно зарубежное агентство, ни один самый пронырливый таблоид, ни одна телекомпания не знала об этом. Возможно, принятая ей тогда фамилия мужа сбивала с толку. Но в конце 50-х в семействе Милаевых наметилась трещина. Рассказывает Владимир Масыльян, личный фотограф Брежнева. Вот архивные фотографии Гали. Тут ей 20 лет, тут 22. Когда она вышла замуж за циркового артиста Евгения Милаева, который был немного младше Леонида Ильича, он, скажу я вам, оказался настоящим поганцем. После многих лет брака, они прожили почти 10 лет, и рождение дочери, он связался с молоденькой артисткой. По некоторым сведениям, это была акробатка. Тамара Соболевская. На Галю, а она была женщиной эмоциональной, это, конечно, подействовало очень серьезно. Леонид Ильич вполне мог, что называется, Милаева, замажай загнать. Но делать этого не стал. Наоборот, всячески его поддерживал. Он вообще людям зла не желал. Сколько раз мог поступить жестоко. С Александром Яковлевым, например. А всего лишь отправил послом в спокойную Канаду. А Милаев все-таки родственник, отец внучки. Кстати, Евгению Милаеву с двумя дочерни от первого брака, внучкой Виктории осталась жить в семье Брежнева. После развода оставили пятикомнатную квартиру в жилой части гостиницы «Украина». Он стал также народным артистом СССР, директором нового московского цирка на Ленинских горах, и даже получил звание Героя Собструда. Измену мужа Галина переживала тяжело. Но недолго. Уже в 1961 году на гастролях в Японии она познакомилась с 17-летним иллюзионистом Игорем Кио. А как только ему исполнилось 18, используя личные связи, все-таки дочь второго лица в государстве, несмотря на наличие несовершеннолетней дочери и без присутствия супруга, развелась с Милаевым и вышла замуж за Кио. Оставила Леониду Ильичу с Викторией Петровной записку о том, что вышла замуж. И ему в 25 и рвануло в Сочи. Игорь Кио в свое время вспоминал о том, что якобы Милаев по этому поводу жаловался Брежневу. И тот, поскольку закон был нарушен, решил аннулировать развод и новый брак. Но, скорее всего, Леонид Ильич решил все сам. Была дана соответствующая команда, у молодых изъяли паспорта. Игорь Кио рассказывал, что ему вернули паспорт с вырванной страницей и штампом «Подлежит обмену». Но Владимир Синичастный, бывший в то время председателем КГБ СССР и имевший в делу непосредственное отношение в 1995 году, рассказывал мне, что штамп и записи о браке были выведены в обоих паспортах с помощью спецсредств, которые тогда были в распоряжении чекистов. Так или иначе, еще дня 3-4 18-летний Кио и 33-летняя Галя наслаждались обществом друг друга, после чего ее отправили самолетом в Москву. Кстати, несмотря на запрещение Брежнева, они продолжали тайно встречаться почти три года. Прекратилось все тогда, когда Леонид Ильич стал первым человеком в КПСС и, соответственно, в СССР. То есть в октябре 1964 года. Именно к этому времени относятся и окончание истории Галины Брежневой. Как принцесса цирка. И с работой костюмершей и с увлечением цирковыми артистами было покончено. Хотя Юрий Михайлович Чорбанов, о нем речь у нас еще впереди, рассказал мне, что и в 70-е годы Галя, причем иногда вместе с ним, любила посещать цирковые представления, как на Старой Арине, на Цветном Бульваре, так и в новом здании, где директором трудился ее бывший супруг, изменщик. Леонид Ильич все-таки настоял, чтобы Галина закончила учебу в институте, который она бросила, выйдя замуж за Милаемой. Как именно это окончание было оформлено, неизвестно. В личной анкете в качестве альмаматора Галина называет Орехово-Зуевский педагогический институт. А со временем Галя стала даже кандидатом на УКС. С 1963 года, чтобы не болталась, где ни попадя, Леонид Ильич отправил ее потрудиться по специальности в агентстве печати новости. Скромная должность редактора, Галина трудилась в этой организации пять лет, после чего перешла в МИК. Давала ей возможность иметь достаточно свободное время. Тем более, что тогдашний председатель правления АПН Борис Бурков был предупрежден о том, чтобы эту сотрудницу никто не трогал. Кстати, те, кто трудился вместе с дочерью Брежнева, отмечали, что работать она не особенно любила, но характер имела замечательный. Быстро со всеми подружилась и была душой всех, как сейчас бы сказали, корпоративных вечеринок. Выпилала она в то время совсем немного, но в силу своего веселого и немного бесшабашного образа жизни нравилась многим, в том числе мужчинам-журналистам, нескольким из которых приписывают романы с ней. Но ни один из новых, из них новым законным браком так и не закончился. А в середине 60-х у Гали появилось новое увлечение солист балета Большого театра Марис Лиепа. В свое время, в начале 70-х, я еще студентом МГУ разговаривал с кинозем Константиновичем Черкасовым. В то время главным редактором музыкальной редакции Густеррадио. Замечательным дирижером, поработавшим в 60-е годы и в Большом и в Московском театре Аперетты. Там он был главным дирижером. Разговор был откровенный, поскольку Геннадий Константинович много лет дружил с моим отцом и часто бывал у нас дома. И когда я задал ему прямой вопрос, оправдали ли, что Галина Брежнева использовала для своих утех Мариса Лиепу, он улыбнувшись ответил мне, это кто еще кого использовал? Марис выжил из нее все, что мог. Олег Сторонов, комендант дачи и других объектов семьи Брежнева вспоминал, Галя очень много помогала разным людям. Часто совершенно бескорыстно. Когда в Большом театре было противостояние между двумя лидерами Владимиром Васильевым и Марисом Лиепой, она взяла сторону последнего. Он стал главной роли получать, продвигаться в общем. О личных отношениях я сказать ничего не могу. У спинки кровати не стоял, но его у нее дома я видел. В принципе, в романе Мариса и Галины было известно в фактическом мире практически всем. Мы не будем пересказывать сейчас все слухи, которые сопровождали эту историю, но отметим, что Марис действительно получил не только желанные роли, но и квартиру в Брюссовом переулке. И на марку вне очереди, причем из управления по обслуживанию дополнительного корпуса. Это была единственная легальная возможность купить, скажем, Мерседес в приличном состоянии за небольшие деньги. Вся эпопея длилась около пяти лет, после чего Марис, посчитав, что имеет уже все, что можно, и даже Ленинскую премию, вернулся к жене и детям. Он, правда, с женой и не разводился. Вот только с творчеством у него начались после этого проблемы. Его биографы утверждают, что именно тогда, в 1970-м начались творческие разногласия артиста с главным балетмейстером Большого Григоровичем. А потом Ильепа и вовсе оказался в опале и вернулся на сцену только незадолго до смерти Брежнева в марте 1982-го года. Станцевал разок в Спартаке и тут же был отправлен на пенсию. «И я и моя камера любовались Галиной». Именно эту фразу произнес Владимир Гургенович Муссельян, когда мы в конце апреля встретились с ним в его кабинете в здании фотохроники ТАСС, где он работает уже более полвека. Меня очень раздражает, когда люди, не знавшие семью Леонида Ильича, пытаются рассуждать о ней и рассказывают небылицам. Я на протяжении многих лет работал с Брежневым практически каждый день в соответствии с его графиком. Он просыпался и я тоже. Он на работу и я ехал с ним. Он возвращался на дачу и я туда же. И в отпуск с ним и в поездки по стране и за рубеж. И конечно же я видел все, что происходило в его семье и знал ее историю, в том числе и ту, которая была скрыта от широкой публики. Леонида Ильича и Виктория Петровна звали дочь только по имени Галли. Никаких уменьшительных в ее отношении не практиковалось. Вот внучку, да, Витуси называли, а правнучку Галочка. Сегодня есть множество фотографий Галины Леонидовны последнего десятилетия ее жизни, где она выглядит неухоженной, спившейся женщиной. На самом деле началось все это после смерти Леонида Ильича, причем не сразу. Вот когда арестовали Юрию Чурбанова, начались всякие обыски, Галина и не выдержала, пустилась во все тяжкие. Она ведь не была по-настоящему сильной женщиной, доброй, открытой, эмоциональной, да, и помогала очень многим, за что впоследствии пострадала. Любопытно, но с ее последним мужем Юрием Чурбановым я познакомился в далеком 1956 году. Мы с ним работали на одном заводе, играли в волейбол вместе, а потом через много лет вдруг встречаемся на даче за речью уже после их свадьбы. Он спрашивает, ты что здесь делаешь? Я в ответ, а ты? Он говорит, я член семьи. Ну тогда извини, говорю. Свадьбу вообще провели как-то в тихую. Я никаких свадебных фотографий не делал, даже не присутствовал там. И Леонид Ильич с Викторией Петровной тоже на церемонии не были. Вообще у генерального секретаря семейные вопросы для посторонних были табу. На даче, например, я заходил в дом только по приглашению. В 1970 году родилась Галочка, правнучка. И года через три он мне говорит, ты знаешь, Виктория Петровна просит тебя заехать поснимать правнучку. Дело ответственное было. С ним одно дело работать, а с семьей другое. Волновался я, конечно, понравится семье и ему фотографии или нет, но понравилось. По-настоящему позировала мне Галя только один раз, когда Леонид Ильич был в барвихе семьей. Надевала разные брючки, кофточки, костюмы и Виктория Петровна тоже позировала только один раз. Все надевали и летнюю одежду, и зимнюю. Я говорю, а зимнее пальто ты с шапкой зачем? Она говорит, а вдруг я зиму и мру, какую ты фотографию давать будешь? Я засмеялся, вы уж слишком далеко смотрите вперед. Все съемки, кстати, сохранились. Мое счастье, что я ничего не выбрасывал. А всякие слухи, что Галя уже при жизни Брежнева алкоголичкой была. Не верьте этому. Вот вам документальное свидетельство. Фотография сделана летом 1982 года. Последнее ледо Брежнева. Это не поза, а обычное репортажное фото. Это хронические алкоголики так выглядят? Или так двигаются? Не забывайте, что на этом фото Галине 53 года. Мы, честно говоря, этой поговорки насчет ста баранов уже порядком доели, сказал мне Юрий Михайлович Чурбан. Когда мы впервые встретились с ним лет 20 назад, о своей жизни с Галиной Брежневой он рассказывал мне не очень много, никогда не называя ее уменьшительным именем, только Галина, и иногда с особой интонацией Галина Леонидовна. Когда он познакомился с ней, ему только исполнилось 34 года. Был старый Новый год, 1971. Само знакомство произошло в ресторане Центрального дома архитектора на улице Щусева. Сейчас это гранатный перевод, куда он пришел со своим сослуживцем Виктором Калининым. Они выпили по 50 граммов за праздник, и тут Чурбанов заметил в глубине зала компанию из нескольких человек, сидевшую за большим столом. Игорь Щелоков, сын министра внутренних дел, и его супруга Нонна, были ему известны, а вот остальных он не знал, но решив познакомиться с интересной женщиной, а Галина Леонидовна была таковой, он подошел к этому столу. По другой версии, которую тоже со слов Чурбанова в свое время публиковали журналисты, подвел ее его к Галине и ее компании именно Виктор Калинин. Замечу скобка, что Галина Брежнева и Игорь Щелоков были знакомы еще с тех времен, когда их родители вместе работали в Кишиневе. Дочери Брежнева был в тот момент 41 год. Она хорошо одевалась и выглядела эффектно. Мне в свое время показалось, что Юрий Михайлович несколько понравился, покривил душой, сказав, что не сразу узнал, кем является заинтересовавший его особо. Наверняка Игорь Щелоков его сразу проинформировал и телефон ее он тоже попросил. И как впоследствии признался, получил. Но звонить не стал, хотя знакомство с дочерью генерального могло бы заволновать любого мужчину. Калина Брежнева позвонила ему сама. Зная уже о его семейных обстоятельствах, сделала звонок на работу. И куда же ты, Юра, исчез? Взял у честной девушки телефон и не звонишь. Пришлось оправдываться, заглаживать вину, тут же назначив свидание. Новая знакомая заехала за ним на Голге с водителем, а детали встречи в Чубану когда человек корректно не распространялся. Но начался вечер снова в ресторане, но в этот раз ворагвия. Употребил лишь выражение «наши отношения стали душевными». Как хочешь, так и понимаешь. По воспоминаниям Олега Сторонова новый кавалер Брежневу понравился. Я слышал, что когда возник вопрос о том, что Галя собралась замуж за Юру, Леонид Ильич был очень доволен. Он считал, что если уж муж человек военный, то порядок в имя будет. А то, что он женатый был, счастье дочери важнее. Тем не менее, свадьба была законспирированной. Даже Владимир Моссельян, личный фотограф Брежнева, говорил мне, что узнал о ней постфактум. Как вспоминал Юрий Михайлович, будущий тесть был против того, чтобы отмечать события в одном из дворцов бракосочетания. Поэтому в субботу, 17 апреля 1971 года, в Октябрьском райотделе ЗАГС на Ленинском проспекте 44, был объявлен санитарный день. Чурбанов в классическом темном костюме и Галина в белом брючном наряде и белой же туфле в присутствии свидетелей Игоря и Нонны Щелоковой и упоминавшегося нами Виктора Калинина. Поставили свои подписи в журнале и обменялись кольцами. Фамилию мужа Галина не взяла. А компания отправилась на дачу генерального секретаря в Заречье, где, собственно, и состоялось празднование и довольно в узком составе. Со стороны жениха присутствовали родители, брат Игорь, ему был 31 год, и 26-летняя сестра Светлана, а также человек 5 милицейских начальников, друзей Чурбанова. Галину представили Леонид Ильич с Викторией Петровной, другие члены семьи, Игорь Щелоков с женой и несколько близких подруг. Любопытно, что на следующий день праздник продолжился. Галине Брежнева исполнилось 42 года, да еще и Светлая Христовская семья подоспела. О перипетии брака Галины Брежнева и Юрия рассказывалось очень много, целые книги об этом написаны, так что в этой статье я не буду рассказывать уже известной подробности. Отмечу лишь тот факт, что брак продолжался официально 20 лет. В 1991 году, когда Юрий Михайлович отбывал свой срок, Галина Леонидовна развелась с ним. На пятый день после возвращения из зоны, как рассказал мне Чурбанов, он отправился к супруге, купил три гвоздики, приехал в дом, где прожил почти 8 лет. Ни эмоций, ни поцелуев, ни слез, ни радости говорила мне. Обычная встреча. Какой на самом деле была Галина Брежнева? Не забыл, до 85-летней годовщины со дня рождения Галины Брежнева я попросил Олега Александровича сторонного, знавшего ее много лет, подробнее рассказать о ее личных качествах. Каким был человек Галины Брежнева? Очень добрая была, общительная, открытая, любила общаться с подругами. Когда приезжала, например, в наш небольшой спецкомбинат бытового обслуживания на Кутузовском, ее все радостно встречали. И не потому, что она дочь генерального секретаря, она просто по-человечески умела общаться. С пирожками, с тортами приезжала, с шампанским. Крепких напитков, как ей приписывают, тогда не пила, только шампанское, полусладкое, иногда брюд. И только советское, другого не было. Она всегда создавала хорошее настроение. Когда приезжала, я видел, с каким восторгом ее воспринимали и в пошивном цеху, и в приемной, и в магазинчике. Не то, что другие жены, дочки. Те были смурные, недоступные, считали ниже своего достоинства даже слово лишнее, челяди сказали. Она же не показывала какой-то особой своей значимости. Ей открытость в конечном счете и повредила. Я не знаю, откуда это все пошло, с бриллиантами, с валютой. Галя была обычная, простая женщина и тратила деньги, как женщина их тратила. Есть, покупала что-то, шила, нет, ждала, когда появится. Она ведь еще очень щедрая была, могла подругам или знакомым что-то очень дорогое подарить, не жалела. Почему в таком виде свои последние годы была? Очень тяжело воспринимала то, что обрушилась на семью, окунулась в атмосферу запоя. Но в 70-е, начале 80-х этого не было. Веселой была, но пить, чтобы оказаться по-настоящему пьяной. При жизни Леонида Ильича этого не было, нет. И тогда, особенно после того, как Юру арестовали, она просто в разговор ударилась. Говорила, я не выдержу этого позора, которое отрушилось на нашей семье. Так и вышло. Галина Брежнева умерла 29 июня 1998 года в психиатрической больнице номер 2 имени Кербикова в селе Добрыника Домодедовского района Московской области. Там она провела последние 4 года жизни. В кратком сообщении, опубликованном в прессе, причиной смерти назывался инсульт. В свидетельстве о смерти указаны цирроз печени и реактивный панкреатит. Специалисты знают, что означает этот страшный диагноз. Из упоминавшихся нами мужчин Галины Брежневой к моменту ее смерти были живы двое Юрий Чурбанов и Игорь Кио. Ни тот, ни другой на Новодельничье кладбище не пришли. Вот такой вот репортаж, посвященный жизни и биографии Галины Брежневой, дочери генерального секретаря, как я уже сказал, Леонида Ильича Брежнева. Не забудьте оставить ваши комментарии по данному вопросу. А возможно, кто-то из тех, кто будет слушать этот репортаж, они знали либо Галину Брежневу, либо были знакомы с теми людьми, которые упоминают, упомянуты в этом репортаже. Напишите свои комментарии и будет гораздо интереснее слушателям, зрителям смотреть, читать все, что вы напишите. До свидания.